Дорогие друзья, мы продолжаем читать книгу «Второзаконие» и сегодня обратимся к 22 главе, к самому ее началу. «Когда увидишь вола брата твоего или овцу его, заблудившихся, не оставляй их, но возврати их брату твоему. Если же не близко будет к тебе брат твой или ты не знаешь его, то прибери их в дом свой и пусть они будут у тебя, да коли брат твой не будет искать их, и тогда возврати ему их. Так поступай и с ослом его, так поступай и с одеждой его, так поступай со всякою потерянную вещью брата твоего, которая будет им потеряна и которую ты найдешь. Нельзя тебе уклоняться от сего. «Когда увидишь осла брата твоего или вола его, упадших на пути, не оставляй их, но подними их с ним вместе». Вот такое слово. Конечно, сейчас нет ни волов, ни ослов, но есть по-прежнему братья, которые нуждаются в таком отношении к их проблемам. Во-первых, это то, что наши братья потеряли, оставили, забыли, а мы нашли. Вот с этой вещью, неважно большая она или маленькая, мы должны распорядиться так, как прописано здесь в книге второзакония. То есть, мы должны ее сохранить, или отдать, если мы знаем, кому ее нужно отдать, или сохранить, если мы не знаем, кто ее потерял, но когда-нибудь человек найдется. Никогда не найдется. Никто не знает, что мы нашли эту ручку, этот кошелек или эту, скажем, брошку с изумрудом, или этого кота или собаку. Мы не знаем, мы не можем знать. Ну и что? Пусть она будет храниться у нас столько, сколько мы будем жить. Но пользоваться этой вещью, как своей, мы не можем. Вот буквально на прошлой неделе мои дети читали одну детскую книжку современной европейской писательницы. И там как раз этот сюжет. Они нашли потерявшегося щенка, подобрали его. Он действительно был потерявшийся. И никакого адреса на ошейнике не было. Они не знали, кому его отдать. Ну как уж получилось, ну так вот получилось, потерялся. Они его нашли. И естественно радостные говорят родителям, давайте, ребенок будет, ой, щенок будет наш. И родители говорят, это невозможно. Потому что любая потерянная вещь не может быть вашей. У нее, у этого щенка есть хозяин. Вы будете кормить его, вы будете сушить, вы будете гулять с ним, будете заботиться о нем. Но ровно до тех пор, пока не найдется хозяин. И дети это приняли и поняли. И стали следить за щенком. Естественно, все более и более привязываясь к нему. Но они понимали, что это не их щенок. Это собака, о которой они, питомица, которым они заботятся, чтобы вернуть его хозяину. И наконец они этого хозяина, через много-много недели, быть может месяцев, они его нашли. И хотя они очень привязались к собаке и хотят оставить, старший из детей говорит, мы не можем, тогда мы будем воры. Вот это плоды воспитания по книге Второзакония. Мы не можем, да, мы нашли вот это брошенного котенка, но именно брошенного. Или потерянного. То есть он не наш, мы его не купили. Мы его нашли. И мы должны выяснить, есть ли у него хозяин. Если откровенно знаки того, что это живое существо имеет хозяина, присутствуют в виде ошейника или расклеенных объявлений, что кто-то ищет этого питомца, мы не можем присвоить его к себе. Ничто мы не можем присвоить, если оно не наше. Живое это существо или какая-то чисто материальная вещь, какой-то предмет. Если это не наше, мы не можем его взять. Это будет считаться воровством. Хотя, ну скажем, не таким воровством, как прописано об этом в других местах книги Второзакония, но все-таки присвоением чужой вещи. И поэтому надо научиться, что все, что мы находим, вещью, которой есть хозяин, мы должны ее хранить и беречь. Не просто бросить там, где мы нашли, а взять, спасти, если это живое существо. Сохранить, найти хозяина, помочь вернуться, найденному нам животному вернуться к хозяину или обрести хозяина вещи, которая была потеряна. Мы не можем распоряжаться ей, как своей собственной. Вот. И даже на эту тему очень много разных сюжетов художественных. Сейчас вспомнилась замечательный фильм Стивена Спилберга «Боевой конь» называется. Там разыгрывается этот же сюжет про коня и его мальчика. Когда лошадь была взята в армию, а мальчик тоже пошел в армию, нашел этого коня, своего собственного, некогда им взятого, купленного. Вот. И какое-то время с ним был, потом их опять пути разошлись. Мальчик этот пережил очень тяжелые разные потрясения. И в конце концов даже вот стал инвалидом. Но, тем не менее, однажды таким же инвалидом стал его конь. И вот однажды он встречает его и говорит «Это мой конь. Вы должны вернуть его мне. Война закончилась». И люди, собравшиеся вокруг, понимают, что если парень прав, то они обязаны вернуть ему коня. Никому в голову не приходишь. Теперь это наш конь, армейский конь или еще какой-то. Его когда-то реквизировали, теперь должны вернуть хозяину. Сомнение в том, что и требования мальчишки правильны, никому в голову не приходит. Они уверены, что да, так. Вопрос только в том, правду ли говорят мальчики. Они проверяют, правда или нет. И когда они убеждаются в правости слов этого человека, они без разговоров возвращают ему коня. Вот это, скажем, очень глубоко въевшееся, воспитанное, правильное отношение к чужой собственности. Это не мое. Если я это не приобрел законным путем, это никогда не будет моим. У этой вещи, в данном случае Библия тоже говорит именно о живом существе, у этого живого существа есть хозяин. И я должен вернуть его хозяину. А второй момент, буквально одна строчка здесь этому посвящена, это касается какой-то бедствия, беды, проблемы, случившейся с ослом или валом на дороге. Ну, собственно, конечно, дело в наше время не в осле и не в вале, а в том, что тогда осел или вол использовали в том числе как транспортное средство. Если транспортное средство, с ним что-то случилось, человек, естественно, не может двигаться дальше. И вот ему надо помочь двигаться дальше. Понятно, о чем речь. То есть нет ни олов, ни волов, ни васлов, но лошади в большом количестве под капотом еще остались. И человек передвигается с помощью разных транспортных средств. И вот это транспортное средство, иногда с ним что-то происходит, оно ломается, или ему не хватает пищи, или он попадает в какую-то неприятную ситуацию, типа застревает в снегу, уходит с дороги, опрокидывается в кивет или еще что-то. Вот так или иначе мы должны увидеть эту случившуюся неприятность, и помочь человеку из этой неприятности выбраться. То есть, попросту говоря, помочь ему двигаться дальше, решить проблему с его автотранспортным средством. Ну, конечно, все, по сути дела, нормальные, адекватные водители на дороге так и поступают. Если они видят зимой, что машина попала в снег и не может выехать, они ее вытаскивают, голосуют люди, не голосуют люди, они останавливаются, помогают выбраться. Если они видят, что машина сломалась, человек не может справиться с колесом, он останавливается и помогает. Если надо взять на буксир, человек берет и буксирует. Это правило хорошего тона на дороге. Так люди себя, ну, кого, по крайней мере, научили, те стараются так себя вести. Но здесь книга второзакония дает этому, в общем-то, понятному и достаточно распространенному правилу поведения на дороге, дает ему высшую императивную санкцию. Она говорит, что это не просто твое правило хорошего тона, ты не просто хорошо воспитан, ты обязан так сделать. Исполняя так, ты не просто показываешь, какой ты хороший человек. Ты исполняя так, ты исполняешь заповедь Божью. Ты делаешь именно то, что повелел Бог делать. Для человека неверующего это, естественно, ничего не меняет. Он как делал, так и делал. А вот для человека верующего это меняет очень много. Потому что теперь он, проезжая по дороге, не может проехать мимо человека, попавшего в беду на дороге. Иначе он нарушит заповедь Божью. Он буквально посудил и сказано, что нельзя, нельзя человеку уклониться от сего. Не оставляй их, подними, помоги. Если ты это сделаешь, ты нарушил заповедь Божью. Ты разрушаешь отношения с Богом. А если ты остановился и помог, то опять-таки ничего особенного ты не сделал. Ты не хороший человек и не герой, романтик, помогающий попавшим в беду. Ты просто Сын Божий, который во всех ситуациях должен поступать именно так. Независимо от того, какая машина, кто за рулем, при каких условиях это попало, твой долг Бог велит тебя остановиться и помочь. Потому что человек попал в беду. И делая это, ты исполняешь заповедь Божью. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...